всем привет как всегда благодарю вас за то что пишите комментарии под моими роликами благодарю за то что слушайте мою болтовню за то что мы с вами общаемся и за то что мы любим хорошую музыку любим искусство я бы сказал вот так и конечно спасибо за то что материально поддерживайте канал и напоминаю в очередной раз если хотите увидеть какой-нибудь альбом пластинку смысле в моих руках посмотрите сначала в плейлисты мои потому что там очень много уже чего есть очень много больше 300 уже 350 уже подбирается но это только начало успокойтесь все впереди и сегодня конечно великий ужасный и неповторимый и гиппоп как много в этих звуках для сердца русского слилось как много в нем отозвалось и для сердца русского и для сердца американского и для сердца любого кто любит рок-н-ролл настоящий фан-хаус студжес 1970 год переиздание к сожалению оригинальчика у меня нету дома ну вот красавцы во всей своей мощи вы боялись наверное что я произнесу слова красе нет на этот раз я тавтология избежал слава богу так на меня влияет эта пластинка эта музыка выпущенная фирмы электро специализировавшийся на акустических разных произведениях на не то чтобы на акустических на таких светлых хотя и группа doors и студжес они разрушили вот это направление электро и она превратилась в нормальную компанию занимающиеся рок-н-роллом студжес второй альбом джон кейл был отставлен в сторону потому что но джон кейл который продюсировал первый альбом это человек с академическим образованием музыкальным скрипач альтист точнее и у него свой подход к звуку свой подход к музыке хотя он записывал такое количество совершенно зверских пластинок убойных и просто каких-то адских по звуку в хорошем смысле этого слова но тем не менее музыканты решили воспользоваться услугами другого продюсера до кейл он он мудрил он любил мудрить со звуком и выстраивал свою картину звуковую как продюсер как тонко слышащие чувствующие знающий музыку человек а студжес не надо было ничего выстраивать никаких картин звуковых ничего не надо было выстраивать они хотели записать пластинку с таким звуком который был у них на концертах рябущий громкий грязный перегруженный прямой звук когда звучание инструментов сливаются когда возникает единое целое из группы когда они расставлены по местам все инструменты до звучащие отдельно и потом продюсер их сводит чтобы они как-то вот красиво звучали а чтобы все это было слитно чтобы бас играл в барабанах это слышно да и у хендрикса но у хендрикса на концертах такое очень часто бывает когда вас играет какую-то ноту и малый барабан пружина начинает дребезжать резонировать любой человек который играл в рок-группе или играет знает что это такое когда малый барабан начинает шуршать от пружины от резонанса со звуком бас-гитары ну и все такое прочее когда гитара лезет в микрофон вокалиста то есть все вот чтобы чтобы все это было живо как надо и все так и получилось звук какой бы эпитет подобрать не знаю какой подобрать эпитет но звук правильный получился вот наверное так можно сказать звук правильный звук играющий настоящей рок-группы не джентльменов которые выдрючиваются в студии и хотят изобразить из себя сверх сверх музыкантов сверх артистов и записать божественные звуки чтобы люди прониклись ими и и воспарили рок-н-ролл ведь не для этого придуман рок-н-ролл это другое рок-н-ролл это когда как я уже говорил группа играет вместе громко иногда мимо иногда прямо но когда все это как единый мощный кулак пальцы иногда кривые иногда прямые но это кулак все равно как ни крути но кулак и получился это наверное лучшая студийная запись the studios концертные были и более яростные конечно но здесь все хорошо не знаю даже что и сказать все хорошо если меня попросят выстроить хит парад свой топ этих песен дана да кстати говоря это практически не то чтобы концептуальный альбом но альбом серьезный серьезных композиторов потому что на второй стороне всего три песни длинных до 5 минут 7 минут 46 секунд практически 8 минут до и последние тоже четыре с половиной минуты то есть эта песня так песни это не то что вам там рамон с какие-нибудь с баблгам нами своими песенками которые почему-то считаются панк-роком не знаю почему это потому что они играли в клубе себе джиби просто и все вот и весь панк-рок ну на первой стороне тоже 7 минут песни 7 минут 4 минут и 333 342 в общем нормально примерно как прогрессивчики как как серьезные музыканты которые пишут полотна по 7 по 8 минут развернутые соло с разными партиями да с интра аутра там все чтобы было да так и здесь так и здесь серьезно но в общем если меня попросит составить свой топ я конечно скажу что лучшее что здесь записано это элэй блюз которая завершает пластинку просто я люблю джаз я люблю джаз люблю мэлса дэвиса люблю колтрейна люблю много чего еще люблю авангардный джаз а тут не то чтобы авангардный джаз здесь сверх авангардный джаз здесь такой звуковой хаос который мало кому удавался и звуковой хаос не джазовый а роковый то есть перегруженная гитара фидбэк ревет саксофон что-то какие-то ноты издает и все играют свое вдумчиво но очень громко и пускай многие считают это какофонией ради бога у каждого свое мнение свой взгляд на музыку пускай это будет какофония но это очень хорошая какофония вот что я вам скажу это очень хорошая очень классная очень интересная предназначена для слушателя сверх талантливая какофония поэтому на первом месте у меня элэй блюз на втором месте понятно все уже знают и уверены в том что 1970 первая песня на второй стороне ничего яростней не было у группы des tudges и у и гиппопа сольного тоже но эта песня не какофоническая извините она песня как песня она с дикими криками гиппопа с бешеной гитары эштона с отличный ритм секции тоже братца эштона второго и дэйва александра и она мочит просто был после нее уже в хорошем смысле этого слова ложись и помирай и уже в общем больше слушать как бы ничего и не надо потому что как сказал один мой хороший знакомый музыкант услышав пластинку king crimson the power to believe он сказал что теперь я слушать уже в принципе могу ничего дальше не слушать но что всю музыку мира я уже услышал здесь power to believe то же самое могу сказать про песню 1970 весь рок-н-ролл здесь сыгран уже все все гаражные истории можно закрывать никто лучше ничего уже и гаражней уже не сделает никогда и ведь и не сделали не сделали даже замечательная группа джон спенсер blues explosion современная гаражная она тоже круче да тут же круче этой песни не сделала ничего на третьем месте тебе ай третья песня на первой стороне монотонный но бешеный своей монотонности гитарный риф на котором монолог бессвязный довольно и гиппопа очень громкий ну бас барабана понятно что качал все и вот четыре с лишним минуты тебя и просто туда 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 и вот это такое давление такие крики отвращение отвратительный телевизор сразу возникает перед глазами которые никогда не хочется смотреть никогда забыть навсегда и гиппоп это показал прекрасно и в конце тебе это гитара уже прекращает играть риф начинается бренчание очень громкая перегруженная все на фоне атомный ритм секции криков и гиппопа но уже все риф уже свое свое дело сделала уже просто окончательно добить уже этот самый телевизор разломать его разнести уничтожить конечно песня dirt семиминутная которая на концертах прекрасно звучала всегда у и гиппопа медленная блюзовая жуткая дико спетая жирно сыгранная с реверберации на концертах особенно давящая гипнотизирующая 7 минут тяжелого простого мощного рок-н-ролла который никто даст тут же стак не играл никакие doors не получалось у них другие были прелести хорошие ну и остается у нас что остается у нас down on the street с которой начинается пластинка заводной наглый хамский простой гитарный рок который три с половиной минуты тебя разламывает на части а разломанные части которые лежат на земле уже разрубает своим голосом и гиппоп просто просто разрубает растаптывает и вминает в заплеванный усыпанный окурками пол недорогого ночного клуба где рок-н-роллу самое место на самом деле это я не ругаюсь это я действительно так считаю рок-музыка это музыка клубов а клубы они разного уровня бывают не все они дорогие с красивыми девушками дорогими напитками там рок-н-ролл и не место там группы которые играют на корпоративах они пускай поют эстрадные песни там все хорошо все чистенько качественно звучит а рок-н-ролл он в других местах существует во всяком случае правильный настоящий рок-н-ролл и в нашем городе в москве очень много хороших мест где играют настоящие хорошие рок-группы которые не лезут ни в ни в какое наше радио не в ваше радио не в их радио а работают в клубах как группа дэс тут же свое время но луз песня номер 2 она даже более яростная чем down on the street она вторым номером и она забивает последний гвоздь ваш мозг чтобы он отключился на совсем потому что down on the street она начинает забивать гвозди в вашу голову а луз она забивает последний бум и все и после нее уже спокойно можно внимать и tv и дёрд и 1970 фанхаус и л.а.блюз да про фанхаус я не сказал кстати семиминутное тоже полотно но она мне нравится меньше всего ну учитывая то что мне нравится вообще весь этот альбом фанхаус просто на последнем месте среди очень хороших песен пластинки фанхаус она какая-то она шаманская вот это шаманство в чистом виде я понимаю ее прелесть в концертном исполнении потому что и гиппоп это чистый шаман то что он устраивал на сцене и надеюсь устраивает до сих пор это абсолютно шаманские танцы общение с духами которых мы не видели никогда и не никогда не увидим их видит только самый гиппоп и вот этот самый фанхаус это такое вот шаманство монотонная но монотонная это вам не тенджерин дрим монотонный или пинк флойд монотонный это шаманство рок-н-ролла это монотонность которая тащит нас вперед тащит нас бежать идти совершать поступки думать действовать и жить по-настоящему они медитировать где-то где-то зачем-то для чего-то с кем-то медитация это вообще не хорошо я противник медитации если что если кто-то там считает что йога вот это все ля-ля-ля не 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 это я не не обожаю медитация настоящая медитация это фанхаус это перегруженная гитара кстати гитара эштон тут играет изумительные вещи играет и соло и с квакушкой в дертон вообще переходит на чистый звук с квакушкой для музыкантов такого уровня это просто просто подарок это просто это вот та самая психоделия которую мы все я надеюсь любим несмотря на то что чистое звучание везде практически в живую все сыграно наложение присутствует дублирующая гитара тоже есть сдвоенное соло все здесь правильно люди играют правильные рок-н-ролл и ритм секция играет четко и синкопы и сбивки остановки все от репетировано парни вышли и дали правильной музыки я не знаю поняли вы то что я то о чем я говорил или не поняли чтобы понять просто возьмите и послушайте фанхаус и все сразу станет ясно кристально и понятно я пошел пить пока